Ну так я в курсе. Вот тебе процессор, да? Вот мы подозреваем, судя по серийнику, судя по серийнику, он чуть ли не 16-го года. Окей, вот смотри, он должен теоретически выработать. Да? Понял. Ребят, привет! Да, сегодня сложный опять контент. Я знаю, вы любите, когда что-то не работает. И в ролике я рассказываю, как это не работает, и пытаюсь рассказать, как мы нашли решение. Итак, дано. Мы снова быстро должны были собрать для клиента сервер за 40 минут. Ему нужно было очень быстро вводить его в эксплуатацию, и причем этот сервер должен уехать в Москву. И как по закону подлости, у нас опять не работает. Конфигурация 2 процессора 2640v4, какое-то количество оперативной памяти, к сожалению, не помню, по-моему, 128 или 64, но не суть важна. Вылетает вот такая ошибка, что обнаружен некорректный модуль памяти. Один раз мы уже сталкивались с подобным, это когда новая память, новая ревизия от фирмы Kingston, она чуточку некорректно работает на материнских платах Supermicro в соке 3647. Но там тоже вот непонятная ситуация, пока что это все в таком вот зависшем состоянии, но должен сказать, что с выходом новых BIOS-ов эта ситуация все становится проще и проще. Появляется вот такая ошибка, мы, конечно, приступили к диагностике и поиску, что же все-таки неисправно. Поставил новый процессор, который, в моем понимании, должен работать. И посмотрим, будет ошибка или нет. Он уберет сейчас обороты, значит, уберет обороты, ставим, прошел пост. Ожидание, нециализация и всего остального. Жду, что пройдет пост. Как всегда, миллион дел одновременно, но столкнулись опять с проблемой. Либо процессор, либо несовместимость, либо ХЗ-100. То есть опять, я думаю, что это процессор. С виду он в порядке, но он глючит. Ну давай ты уже проходи пост. Все, она прошла. Друг, прошла. Это говорит о том, что есть шанс, что это процессор. Будем пробовать плохой процессор. А, мы еще не отбросили твою версию по поводу ревизии процесса. Судя по серийнику, этот процессор сделался в восьмом году. Друг, они хоть одинаковые процессы? Да, одинаковые. Смотри, разница в два года у процессов. Серия одинаковая? Нет. Разница по серийнику два года. Неужели они сделали... Блин, жалко, что не успею посмотреть это. Подать в суд на Intel надо. Микрокод, ревизию надо смотреть. Вот здесь я должен пояснить, ребят, чтобы вы понимали, почему какая-то паника. Давным-давно, когда сервера начали усложняться и начали появляться двухпроцессорные конфигурации, то нужно было обязательно ставить процессоры из одной серии. Вы прекрасно знаете, что, например, если вы поднимаете RAID массив, то вам надо, чтобы были одинаковые жесткие диски. Вот именно так же, чтобы были именно одинаковые процессоры, это было давно. Сейчас нет такой принципиальной разницы, чтобы вот процессоры были из одной серии и выпущены в один и тот же день. Это сейчас не обязательно. Когда ты обладаешь знаниями, что было когда-то так, ты вдруг начинаешь паранойить, что, может быть, Intel что-то изменил. И, конечно же, нужно было отмести эту версию перебором процессоров. Но, к сожалению, в тот момент у нас не было в разнообразии процессоров. То бишь, приехало конкретно под эту конфигурацию всего лишь две штуки. Так, а в эту вставь, вот просто давай приколимся. Вот ты вставишь первый процессор и больше не вставляй, он поделится. И он будет ругаться. Всё, вставим. Всё, вставим? Можешь память, как не обитые. Подожди, стоп, а вот ты сказал, у тебя двуранг и одноранг? У нас что тут написано? 2, 4, R, S, 4. А тут 2, 4, R, D. D и C. Видишь буквы? Не то, что они двусторонние, а D и C буквы. R, 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 R. Как же расшифровывается? Регистриваем. Регистриваем. Включаем. Вы хотите спросить, что мы такое сделали? Мы убрали предыдущие планки памяти и взяли совершенно другие, более дорогие планки памяти, чтобы посмотреть, что будет. Ошибка, друг. Что это подтверждает? Всё-таки процесс? Будем смотреть степен? Но он сейчас загрузится. А, кстати, сейчас загрузится, его узнаем. Что это я не расслышал? Наоборот, новый не работает, друг. Старым процессором 6.5, который год, работает, а 8.2 не работает. На тот момент я уже для себя понял, что проблемы с процессором, и для подтверждения этой версии, что процессор неисправен, нам нужен другой процессор. Как он неисправен, ребят? Я опять же должен пояснить. Самое смешное, что он просто выдает вот такую ошибку. Обнаружен некорректный модуль. И дальше система продолжает работать. Она проходит все тесты в операционной системе, все нагрузки, все температурные режимы. Все проходит. Но она ругается, что на втором канале неисправного процессора обнаружен неисправный модуль. Опять же, к сожалению, у меня нет картинки, где я показываю, что я методом переставления подтверждаю эту версию. То бишь, устанавливаю неисправный процессор, не работает. Выдает ошибку. Я устанавливаю исправный процессор, и все прекрасно работает. Процессор, вот опять же, с таким вот глюком, неисправностью попался. Ко мне не прислушались, потому что появился, скажем так, заказчик, который тоже прибежал и начал кричать, нет, нет, это память. Мою версию отбросили и начали методом тупого перебора. Пока вся память, которая у нас была в возможности, начиная от 21.33 Kingston до 26.66, опять же, это все серверное. И заканчивая, крушила. Все не перепробовали, все убедились, что действительно ошибка все равно. И после этого только они поняли, что да, действительно нужно процессор менять. Такая конфигурация, вся память видна и работает. То бишь, один процессор и вот память вот таким образом установлена. Надо зайти хоть в BIOS для подтверждения. Ну что, ребят, подведем итоги. Этот случай случился на прошлой неделе и во вторник должен был приехать новый процессор. Но вторник уже прошел, уже практически конец недели, процессора нет. Я уверен, что приедет новый процессор и все будет хорошо. Так что вот такая бывает сложная сборка, скажем так, компьютеров. В чем Цинус эта вся история? Не часто сталкиваешься с такими проблемами. И когда с ними сталкиваешься, хочется оставить память о них, да. Чтобы потом вдруг, мало ли, тебя крин в башке будет. И ты потом свой видосик пересмотрел. Думаешь, опаньки. Оказывается проблема в этом. Ну и, конечно же, я пытаюсь таким образом вас развлечь. Повысить вашу, скажем так, компьютерную образованность. Надеюсь, это кого-то вообще-то радует. Так что спасибо, что посмотрели. Ну, я не знаю, может быть из жалости вы поставите лайк. Это видео наберет, наверное, 2,5 просмотра. 2,5 просмотра, потому что нахрен никому не нужен такой контент. Здесь нет количества FPS и ничего подобного. Ну ладно, все равно спасибо вам, что вы посмотрели. Счастья вам, здоровья. Подписывайтесь на мои социалочки. Всем удачи. И пишите письма. Надеюсь, я потом напишу, когда приедет этот процессор. Я в комментариях оставлю прикрепленное сообщение, что все хорошо или нет. Просто не хотел тянуть время. Ролик нужно выпускать. Было. А процессор не приехал. Ладно, хрен с ним. Спасибо. 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 Спасибо.